Сохранить нельзя спилить. В Талткургане начата реконструкция самого старейшего парка, парка ветеранов. Это радует, что реконструкция огорчает то, что 80% зеленых насаждений этого парка планируют вырубить. Об этом мы поговорим сегодня. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях Нур Канатович Иджанов, пресс-секретарь и советник Акима города Талткургана. Здравствуйте. И Банямин Джахангирович Файзулин, председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции региональной палаты предпринимателей Атамике. Добрый вечер. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире и у вас есть возможность позвонить в нашу студию. Телефон 40 0109, код города 872 82. Звоните. Этот вопрос, сегодняшняя проблема очень актуальна. Вы нам звонили и выражали свое волнение. Давайте начнем с того, почему мы решили все зеленые насаждения в этом парке вырубить. Это волнует наших талткурганцев. Очень много вопросов. Я сейчас буду озвучивать то, что поступило к нам. Здравствуйте, уважаемые талткурганцы. Ну, во-первых, хочется немножко здесь сделать ремарку, скорректировать. Не 80%, там намного меньше. По проекту, который был еще разработан в 2018 году, летом, планировалось где-то вырубить порядка 200 единиц деревьев, не больше, диаметром 32 сантиметра. 210. 210, да. Но по факту сейчас мы приостановили полностью вырубку деревьев. Кстати, по проекту хочется сказать, что... Смотрите, вырубку деревьев приостановили, потому что организовано такое движение «Спасем парк, спасем наши деревья». Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире, и у нас есть на ваших экранах есть номер WhatsApp-мессенджера, по которому вы можете тоже отправить свои вопросы. Мы здесь в студии их зачитаем в письменном виде. Голосовые сообщения прошу не отправлять. Вот, например, я давайте зачитаю, что здесь было. В связи с реконструкцией парка Талдыкурган соорганизовали движение «Спасем парк». Мы, жители города Талдыкурган, призываем сохранить деревья, изменить проект. Это единственное место в нашем городе, где сохранилась естественная природа, и где в жаркую погоду можно посидеть в тени. Возраст большинства деревьев 60 лет. Деревья были посажены ветеранами и жителями нашего города. Руки прочь от наших деревьев. Вот такой лозунг подняли и нам тоже отправили. Вот инициаторы этого движения. Я полностью поддерживаю, считаю, что именно, наверное, тому, что люди заявили о своем мнении, о том, что они не согласны с подобными проектами, это и произошло. И, насколько мне известно, именно Аким города был вынужден остановить это и принять инициативную группу граждан, которые хотели именно остановить это дело. Естественно, учитывая порочную практику в наших городах Казахстана, когда вырубаются деревья в связи с постройкой каких-то объектов или еще что-либо, и, как правило, ничего не растет взамен, люди восприняли нормально то, что, да, это неправильно, и они заявили о своем протесте. И, кстати, для меня этот парк дорог, потому что мой отец родился в этом городе, и, естественно, этот парк как раз и он участвовал в устройстве этого парка, посадке этих деревьев, и для меня это тоже дорого. Но хочу сказать, что сам участвовал при встрече общественности вот этой активной группы «Спасем парк ветеранов» с Акимом, где было сказано, значит, 39 деревьев, во-первых, на данный момент, насколько нам известно, по проекту 210 остановили. Больше деревьев они сразу признали, что это неправильно. Там была проблема в том, что проект был прежним руководством сделан, и проектировщики, и, значит, сами подрядчики, они выполняли то, что там было написано и заказано, будем так делать. Но вопрос стоит о том, что с общественностью этот проект утвердили. Я, конечно, не согласен. Почему? Потому что сам был на тот момент в парке. Давайте теперь спросим, почему перед строительством не пересмотрели? Вот в Акимате комиссия, например, если до этого этот проект был принят, неужели сложно было пересмотреть после этого? Вот деревья, они нашему городу нужны. Именно в такой момент сейчас, когда бушует коронавирус, мы хотим выходить на улицу после карантина, хотим где-то в парке посидеть, а деревьев нет. Я давайте зачитаю еще одно пожелание нашего телезрителя. Вот говорят, что же будет, вот как с центральным парком сделали? Вместо парка детская игровая площадка. Можно же было сделать там вот парк, аллею, где можно было отдохнуть, просто посидеть, подышать свежим воздухом. Давайте я сейчас вообще про проект расскажу, чтобы зрителям было понятно. Проект реконструкции и благоустройства парка ветеранов начата в 2018 году, как я уже говорил до этого. Кстати, оно прошло общественное слушание, протокол подписей у нас имеется, то есть Акимат это не единолично сделал, это полностью с общественностью было согласовано, утверждено. Все вот эти пожелания, предложения общественности мы это в проекте учли. То есть это уже у нас есть протокольное, это все подписи, мы можем это даже показать. А проект предполагает полностью данный парк привести в соответствующий порядок. Вместо вырубленных деревьев, конечно, мы посадим такое же количество деревьев, даже больше в 5 раз. То есть заодно каждое вырубленное дерево мы посадим 5 деревьев. Кстати, Акимат в этом году посадил уже больше 5000 деревьев по Талду-Кургану, это для цифры. Теперь в этом проекте предусмотрено все до мелочей. Это у нас будут детские игровые площадки, 3 детских игровых площадок, спортивные зоны, беговые площадки, пруды будут, беседки будут, скамейки, лавочки, фонари. Ну, в общем, все для комфортного отдыха наших горожан. Кстати, площадь озеленения составляет практически 10 тысяч квадратных метров. То есть мы высадим в газоны, приведем все в порядок. Вот это вот отлично, что все есть, это замечательно. Да, цветники рассадим, почти 1000 квадратов у нас цветников будет. Но смотрите, например, если кто был в Санкт-Петербурге, там есть такие мемориальные деревья. Деревья, которые видели историю. Люди туда ходят и смотрят на эти деревья. Это мемориальные деревья. Мы же не все деревья вырубаем. Это какую-то небольшую часть для этой площадки, где люди могут посидеть, отдохнуть, поиграть с детьми. Вопрос было, предложение жителей было и оставить, чтобы какие-то вещи именно первозданной природы. Не, ну оставим же, мы же не все живы. Вот об этом и речь. Вы говорите, что одно дерево срубим, пять посадим. Ну это вот на небольшой площадке, да. Цены вот этим мелким деревьям, их надо будет ждать, если пока не вырастут. Мы, кстати, когда на встрече проговаривали, мы этот вопрос задали. Правда, Аким сказал, что вопрос стоит не о побегах и саженцах, а как минимум о двухметровых деревьях. То есть это уже будут... И, наверное, я могу сказать, что да, есть и вещи, которые меня заинтересовали. Это то, что, во-первых, породы лиственных деревьев, которые там будут, они будут разнообразны. Тех, которые уже современные, которых, скажем, у нас как бы мало. Хотя точки зрения разные. И я считаю, что единственное, что объединяет разные мнения, даже горожан. Одни говорят, хотим парк такой, как это деревственная природа. Кто-то хочет более-менее облагороженный вариант. Ветераны, это же парк ветеранов. И когда, вот я же рассказывал о том, что был вариант, когда обсуждали вот этот проект. Там в проекте обсуждалась... Смотрите, тут телезритель, смотрите, хороший вариант предлагает. Смотрите, можно же было сделать фронтовые избы, полевые кухни, бессмертный полк разместить, чтобы все знали, кто с этой земли воевал. Ведь это парк ветеранов. Отличная, отличная. Вот такую идею предлагает Толк Курганцев. У нас есть еще парк победы, конечно, но это парк ветеранов. И именно те люди, которые садили эти деревья, они и были теми ветеранами войны, Великой Отечественной, Второй мировой войны. Поэтому идея хорошая. И мы, кстати, будем обсуждать... Ну, а теперь-то мы же эту реконструкцию уже пределы не сможем. Кстати, сейчас рабочую группу мы создали, где со стороны общественности они тоже будут предлагать свои предложения, какие-то замечания. И мы хотим вот эту идею, которую вы сейчас озвучили. Мы, конечно, это будем учитывать. Но еще раз хотелось бы повторить. Великой Отечественной, насколько я помню, она вот одна из тех, кто... Да, она тоже инициатор. Она тоже нам очень много вот таких вот идей подкидывала. Очень много интересных идей было от имени... Потому что она тоже знает, что многие ветераны сажали там деревья, и каждый знал, кто это деревья посадил. Смотрите, а те проектировщики, которые решили, ну, та комиссия, какие-то меры к ним будут приняты, что вот такую вот проблему они задали? Я бы хотел сказать, что... Какие меры? Здесь, как бы, есть решение, есть постановление Акимата, есть проект, который утвержден, согласован, ну, на законных основаниях. Нет, тут вопрос стоит. Предприниматель, который занимался вот вырубкой этих деревьев, он был согласен проекту. Проект был утвержден два года назад, и в обсуждении его вообще речи, даже не проект, там было обсуждение просто концепции, если честно. И фамилии, которые там стоят, фамилии людей, там нету ни голосования, ни что. И, кстати, не только этот парк, а все три-четыре парка нашего города, они все там были. Три парка. То есть три парка в данный момент. Парк Победы, Коммунальный и Парк Ветеранов. Нет, еще обсуждали, мы ездили и Парк Центральный, и Жастар. Но вопрос стоит в том, что в данный момент просто разошлись мнения даже у людей. И как нам объединить? Я просто хотел бы сразу предложить вот вариант, как сохраним парк Южный, да? В Алма-Ате это было при Байбеке. Потому что первое, это вот как исполнителям не дать срубить деревья лишние, потому что им проще. Загнать трактор и это сделать там большим трактором. Тогда нужно деревья убрать. Но Алма-Ате пусть свою проблему сами решает. Нет, я имел в виду, что их опыт хороший. То есть еще есть одна проблема, это вандалы. Так вот нам нужно тоже изучать опыт. И за рубежом есть опыт. Не только Алма-Ате, а близко же. Они собрали вот эту инициативную группу. Вы сами проект видели, Баня? Я сейчас говорю, тот проект, который был... Нет, вы проект видели? Новый проект нет. Эскизный проект. Теперь давайте расскажите проект. Прежде чем что-то говорить, надо же проект смотреть. А я сам видел проект полностью на картинке, в цифрах. Там классный проект, честно сказать, для горожан. Это ваше мнение. Люди говорят, что вообще не надо ничего трогать. Нет, парк ветеранов в таком состоянии, какой он был, дикий, буквально дикий. Там, можно сказать, людей, там много не было людей. Я вот честно скажу, там он и далеко находится, да, немножко в глуши. Но в таком состоянии, где постоянно всегда мусор, где дико все слишком заросло. И тот проект, который мы сейчас предлагаем, который все нюансы учитывали, да, что можно с семьей приходить, с детьми, которые могут на детской площадке поиграть. Родители могут там у пруда посидеть, посмотреть на природу, подышать свежим воздухом. Это все будет в проекту учтено. Это, кстати, и было, и раньше. И самое главное, это еще одна зона будет для туристического центра. То есть, талдыкурганцы, например, приезжают алматинцы, мы уже говорим гордо, парк Жастар. А помните, какой парк Жастар был? В таком же состоянии был запущен. А посмотрите сейчас, какой он. Лет через 10 там вот эти деревья будут огромные. Есть телефонный звонок, давайте ответим нашему телезрителю. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, говорите, мы вас слушаем. Я жил в полице Кабанба-Батыра, в Псаде, где-то на протяжении школы Ломоносова. Где-то 47 лет назад мы садили, когда в дом сиренчика, посадили березы, сосны, ели. Короче, все было вокруг. Как акация, сирень. Как построили парк Жастар, перестали давать эту воду по арыку, который проходил. Там ласки красивые и все прочее. И так далее. Как мы ходили, сами узнавали, нам сказали, что за юридическим техником. Хада построил дом, и этот арык завалил. В общем, так это сказали. Не знаю, вы сейчас говорили по телевизору, что деревья жалко, вырубают и так далее. А у нас Ленина 120 рядом дом, 122 Ленина. Только в нашем доме есть деревья. Они, например, этот кислород, как говорится, выделяют на все эти три дома. И школа еще добавок. И представляете, вот так вот, сколько мы не звонили, чтобы воду это дали по этому арыку. Муратан ходили в редакции газеты. Потом в газетах был номер такой-то, такой-то, звоните, дадим воду. Общественники какие-то. Все это бесполезно. Вот говорят, умирают, вырубают. А тут готовые деревья посаженные умирают на наших глазах. Так же, как и мы с Павелем, мне уже скоро 80. Умирают деревья, не умираем вместе деревья и мы. Повторите, пожалуйста, адрес. Кабамбай, Батыра. 159. 159, хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Это еще одна проблема нашего города. Мы сажаем деревья, но почему-то не поливаем. Таких вопросов каждый день к нам поступают. Говорят, не поливают. Вот буквально вчера нам звонили и говорили, что вот по Жилтухсан, там, где стоит здание университета, там большие ели высохли. Но им жалко. Но это мы, конечно, попросили, сказали позвоните Житцузскому государственному университету. Пусть они решат, это их территория. Но в любом случае таких деревьев очень много, которые просто посадили. И это ведь деньги на ветер получилось. Как будем решать? Я вот сейчас, во-первых, хочу ответить на данный вопрос телезрителя. Кабамбай, Батыра, 159, да, я запомнил. Этот вопрос сейчас в целом у нас, можно сказать, комплексно мы решаем. Да, есть проблема, мы это осознаем, мы это принимаем, что по некоторым нашим АРК вода не течет. Сейчас отделом ЖКХ проводится вот этот мониторинг, картография. Мы создаем, чертим те улицы, где воды нет, отсутствует. Соответственно, разбираем этот вопрос и будем решать вопрос по подведению к данным АРК системе, к данной АРК системе всей поливной воды. То есть этот вопрос сейчас решается. Я бы хотел еще добавить тому, что, как правило, еще есть такие, значит, объяснения, что люди должны тоже за свою придомовую территорию отвечать. И мы предлагали, чтобы Акимат организовывал, как раньше квартальный, помните, что если где-то кто-то мимо двора бежит АРК, и этот АРК загрязнен, ну, разве тяжело, чтобы почистить, чтобы привести в порядок, если все заросло. Я, насколько знаю, с Общественным Советом города и покойным нашим членом Совета Савченко, они, значит, были пробиты, доказаны Акимату, 300 миллионов выделили, и они лотки уложили. То есть это сейчас не земляные, а просто АРК. Это прямо уже нормально сделаны во многих местах. Но они, извините, загажены, потому что никто не хочет. Ну, во-первых, есть службы, да, я признаю. Но помимо служб, я считаю, что необходимо и самим нам культуру повышать. И этому тоже делать эти. Вот человек, который сейчас звонил, он переживает, он сажали эти деревья. Конечно, поливать человек взрослый самостоятельно не сможет. У меня есть прям видео в микрорайонах, прям красота, такое красивые вещи делают, это сад целый, там и резные, и скульптура. Вот в нашем четвертом, пятом микрорайоне такие вещи делают. Но полив, как говорили сейчас, кто-то закрыл, вверху намного раньше. Вот эту инвентаризацию нужно наводить порядок, потому что люди с четвертого этажа... Кто-то должен регулировать. Да, я считаю, естественно, в первую очередь Акимат. А теперь смотрите, какое будущее парка, пишет телезритель? Парка ветеранов? Да, парка ветеранов. Какое будущее у парка? Вот я сам, посмотрев проект, изучив его досконально, все цифры, все вот эти изменения, которые будут, я считаю, что парк ветеранов в будущем станет одним из самых таких любимых мест для города. Давайте об этом чуть позже, есть телезритель, чтобы он не ожидал, мы ответим на его вопрос. Говорите, мы вас слышим. Говорите, мы вас слышим. Говорите, мы вас слышим. Парка енді эш-қашанда ремонт жасалмаған, реконструкция болмаған, он сейн раз, бірақ енді оны біз жасамасақ, ар-ғарта ол өсе берет, адемлеп, сону біз жасаймыз, абизайсен, 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 адемлеп, күйеп, бәрін жүндеп, алатын жерлерін алып, суқастойларын бәрін кесіп, бәрін адемлеп көямыз. О жерде тағы бірет қайталват кекен бәрі талдар кесілмейді. Успокоим, давайте, наших телезрителей, вырубки не будь. Есть еще один телезритель на линии, мы вас слушаем, говорите. Бірақтар тазалаймыз, су келетті, бірақта су жоқ. Соны осы жақында, Акимат, когда жаздым, Акимат, когда звандадым, никакой жауап жоқ, вопрос нерешеный болып қалат алғайда. Ян Центральны Кусайынова көшесі. Басмеді. Біз алдында айткеттіңға кәзір, су жоқ жерлерін, біз жанағы картографиясын жасап, жанағы бәрін сызып, қай жерде су жоқ, сол мен кәзір жұмысын жасалғатыр, біздің ЖКХ бөлімі. Сөзің көркейтің, біздің коммунальнің кампания бар. Сол бірлесіп, жанағы арқта су жоқтарын бәрін жүндеп, тазалап, суын ақырн-ақырн, этап па этап, біз бәрін алп келеме суда. Я предлагаю сейчас, не этот, буквально завтра по этим адресам. И вообще тему именно полива, да, в первую очередь поднять и не ждать, это системно, потому что это тендер разыграется, все остальное надо ускорять и делать час, что есть этим силами. Мы составляем вот эти адреса, улицы, микрорайоны, где, да, действительно бывает, что там орычного полива не... Давайте ответим, еще есть звонок, мы вас слушаем, задавайте свой вопрос. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, вот у меня такое предложение, у нас, если была бы реконструкция партии ветеранов, это было бы вообще прекрасно, потому что у нас здесь алкаши и банджи все ходят, а хоть реконструкция будет, будет очень приятно. Спасибо большое. Очень хороший вопрос, я, кстати, проводил опрос недавно, все думают, что все горожане против. Нет, это совершенно неверно и неправильно. Практически больше 50% за реконструкцию благоустройства парка ветеранов. Нет, благоустройство, благоустройство рознь. Они хотят там, чтобы было обновлено, чтобы все было приведено в такой красивый упорядоченный порядок. Конечно, конечно, чтобы чистый все красивый. Чтобы там люди отдыхали. А вот посмотрите, сейчас парк ветеранов пойдет, да там страшно ходить. Нет, ну давайте так, алкаши и наркоманы, это не из-за того, что там деревья растут. А из-за того, что нужно работать по охране. А вот представьте, сейчас сделаем реконструкцию, там будут стоять камеры. Я думаю, что не найдутся... Камеры будут там стоять? Камеры должны стоять. Камеры будут, полицейская будка будет. А, в проекте не было? В начале, в том проекте их не было. Сейчас, после того, когда люди обратились, естественно, Акимат, я отдаю должное, что Акимат сразу отреагировал. И мы завтра, буквально завтра вечером, собираемся посмотреть, что Акимат, какие наши замечания, предложения общественности, там есть группа людей, они там и блогеры... Все, понятно, есть телефонный звонок, давайте ответим. Говорите. Болит, Болит, Болит. Болит, Болит. Давайте задам еще один вопрос. Вот сюда пишут. Возле реки Каратал песок и щебен вывозят тоннами. Когда это прекратится? Это же грозит экологической проблемой для реки. Надо наказывать этих предпринимателей, которые без разрешения издеваются над рекой, пишет житель Аскар, его зовут. Акимат просит. Начните реагировать. В Талдыкургане? Да, в Талдыкургане. Я с этим вопросом тоже в курсе, знаком. Вообще у нас каждый год русло реки Каратал, оно должно очищаться. То есть вот эти поймы реки каждый год зарастают илом, камнями и так далее. То есть оно должно быть вычищено. И в целях экономии средств Акимат города договаривается с частными компаниями, которые за свой счет это все вывозят. Соответственно, тем самым под контролем Акимата они чистят за свой же счет. Это лишнее вывозят? Да, это лишнее. Это должно делаться каждый год. Это в рамках ЧС это все делается, чтобы не было в будущем у нас потоплений и так далее. То есть это все Акимат контролирует. Так что пусть люди не думают, что это бесконтрольно все делается. Нет, это все под контролем. И даже мы экономим на бюджетных средствах. Предприниматели, сейчас это не 20 лет назад, предприниматели, понятно, что очень много контролирующих органов. Поэтому они боятся даже нарушать. Давайте до конца остается очень мало времени. Ваши пожелания нашим телезрителям в том плане, что каким будет парк, сможем ли сохранить эти старейшие, вот эти хорошие деревья в парке. Вообще у нас в Талтокургане так принято. Если какая-то реконструкция, то в первую очередь вырубаем все деревья. Я начну пожелания. Я понимаю, что нашим жителям, нашим талтокурганцам, вообще всем людям какое-то новшество, нововведение всегда внутри как-то отторгается, то есть негативно воспринимается. Но в целом посмотрите, сколько проектов, которые сейчас мы реализовали в городе Талтокурган. Вначале мы относились это негативно, но потом мы воспринимаем в эффект, вау, классно, круто. То есть я считаю, что парк ветеранов такой же проект. После реконструкции, когда уже человек посмотрит своими глазами, все это пощупает, увидит, отдохнет со своей семьей, придет. Там тоже будут тенечки, там тоже будет свежая прохладная вода, пруд и все так далее. Дети будут играться, спортивные тренажеры. Все будет классно. Я считаю, что этот проект имеет будущее большое и, конечно, принесет экономический эффект к развитию туризма нашего города Талтокурга. Когда пересмотрите, когда закончится? У нас договоренность была на две недели, то есть тормозили на две недели. Сейчас уже почти заканчивается, будет скоро первая неделя. По результатам этого мы посмотрим, как проект этот будет видоизменен, потому что больше 15% они говорят нельзя. Мы будем дальше сообщать. У нас есть чат, у нас есть другие интернет-ресурсы, по которым освещают. Там есть молодые люди, которые имеют много подписчиков. Денис, Олег, еще многих, ну, Нурых знает. Они все будут все оповещать и о всех изменениях со всеми людьми. После того, когда в течение двух недель Акимат подготовит этот проект с нашими замечаниями, мы проведем официальные слушания по инициативе Акимата, а не людей, чтобы завтра, говорили, в субботу там хотели собираться. Я считаю, что рисковать не стоит. Чтобы будем все согласовано с населением. И еще раз хочу сказать, что проект, который был, не согласовывался. Там просто были участники вот таких слушаний. Ну, там просто решили вначале, видимо. Там протокол подписан. Протокол, подождите, подождите, протокол подписан. Голосования не было. Общественный совет, это было утверждено. Общественная палата тоже. Я еще раз закончу. В рамках концепции слышащего государства, которую объявил наш президент, господин Тукаев, Акиматгород Валдыкурган услышал, принял, рассмотрел все предложения, жалобы наших горожан, наших общественников, гражданских активистов. В рамках проекта, еще раз повторюсь, мы сделаем небольшие изменения с учетом пожеланий наших жителей. Конечно, внесем некоторые корректировки. Но в целом проект, конечно, будет реализован. Я бы хотел еще добавить то, что Аким города предложил активной части населения нашего горожан принимать участие, такое же активное, только теперь на опережение по другим всем. И в других проектах, которые, возможно, будут в будущем. Которые у нас стоят. Талккурганцы, будьте активны во всем. Город наш, и мы должны беречь даже старые деревья. Вот телезритель, который звонил нам в студию, говорил, надо, чтобы деревья стояли, птички пели. Ну, когда нету деревьев, и птички туда не садятся. Поэтому, дорогие телезрители, мы с вами прощаемся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин